В эфире новости культуры с вами Екатерина Славянская. Фантастические солнечные колесницы, архаичные рисунки, натюрморты и старые улочки города. Более 60 самобытных работ, сочетающих в себе различные стили и техники живописи. Все это в рамках уникального проекта в сетях искусства. Посвящена выставка 70-летию известного кубанского художника-сюрреалиста, неутомимого мечтателя Сергея Воржева. Но не только мастер принимал поздравления, но и его ученицы, уже состоявшиеся художницы Юлия Кудина и Мадина Павлюк. Они также праздновали день рождения. Все авторы по гороскопу рыбы, что и стало нитью названий проекта в сетях искусства. Здесь есть тематические работы на рыбью тему, здесь есть работы 1982 года на писание Сергея Дмитриевича Воржева. Это крайне важно. Это становление его стиля, это безумно интересно, а также Мадины на работы очень замечательные тематические, ну и мои. Сергей Дмитриевич, это не просто учитель, это наш наставник, его мастерская, это наш второй дом. Мы там и делимся какими-то впечатлениями, событиями, просим советы, не только по живописи, а просто вообще по ситуациям в жизни. Наш дедушка, это Иероним Босх, мы его очень любим, он же тоже кубаноид, как и мы. Он продвигал там идеи современные, они сегодня тоже актуальны, живы, и поэтому в какой-то степени мы его наследники. Фильмы и смыслы, вопросы и ответы, беседа и автографы. Один из самых титулованных и неординарных режиссеров современности приедет в Краснодар. В краевой столице пройдет творческий вечер Андрея Звягинцева. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей, номинант премии «Оскар» представит книгу «Сценарии» и расскажет о своем пути в кинематографе. Как рождаются его творения, которые восхищают и шокируют, наводят на мысли и заставляют действовать. В них есть и сильные пронзительные диалоги, и неспешные кадры с протяжными пейзажами. А в общем-то, вся наша жизнь с ее повседневной серостью и сильными чувствами. Не ты выбираешь тему или идею, а идея выбирает тебя. То есть она сама приходит к тебе и просится. Ты ее никогда не формулируешь. Формулировать ты ее начинаешь по сути тогда, когда фильм уже готов, он начинает жить своей жизнью. Его повседневные истории покорили весь мир. В Краснодар приезжает истинный тосканец, человек с солнцем в груди, Рикардо Фолье. Советские поклонники его называли «Цыганский парень в смокинге». Благодаря матери и увлечению легендарной группой Битлз, уже обретя профессию, он находит себя в музыке. И сейчас знаменитый фестиваль Сан Рэма прежде всего ассоциируется с именем одного из его победителей Рикардо Фолье. Насладиться солнечным обаянием исполнителя и услышать любимые композиции можно накануне женского праздника 7 марта в Краснодаре. Срез времени эпоха сильной страны и слабого человека. Мистический роман Булгакова «Мастер и Маргарита» представит в Краснодаре театр романа Виктюка. В основу постановки легло не только произведение, но и черновые рукописи, которые, как известно, не горят. Сценография лаконична, но при этом очень красноречива. А персонажи это скорее жертвы времени тоталитарного режима, где не место личности с ее чувствами и потребностями. Безоговорочный любимец публики. Этот артист знает самый короткий путь к сердцу женщин. Он выходит на сцену под громкие аплодисменты, а покидает под бурные овации. В Сочи пройдет концерт Стаса Михайлова. Артист представит программу «Все для тебя». Веселье и зажигательные танцы обеспечены, но кроме стопроцентных хитов поклонников ждет сюрприз. Заслуженный артист России предстанет в новом амплуа философа, мечтателя, странника. Встреча обещает быть наполненной и жаркой. А как я за тебя боюсь, хочу, чтоб ты не знала грусть, хочу, чтоб небо отражалось, и не бой в глазах твоих. Всего две недели на подготовку, никаких декораций и только слово современных драматургов. В одном театре запустили проект в Центре прочтения. Подробности моих гостей прямо сейчас. Здравствуйте. Итак, чем обусловлен выбор такого формата? Просто чтение. Виталий, наверное, с тебя начнем. Ты как драматург должен объяснить. Нам хотелось побольше знакомить зрителей современной драматургией. И так как на подготовку полноценного спектакля уходит долгое время, и, наверное, не все пьесы мы и хотели бы оставить в репертуаре, и не все пьесы имеем возможность, даже если бы очень хотели поставить, то такой формат наиболее соответствует тому, чтобы познакомить зрителя с максимально большим количеством и более разноплановой драматургией. Но станет ли это такой лакмусовой бумажкой? Принимает зритель современную драматургию или нет? Ну, то есть, получите ли вы обратную связь, вот ту самую? Ну, я думаю, что это покажут обсуждения, и мне кажется, что сложно сказать в общем, вообще о современной драматургии. Я думаю, что будут пьесы, которые будут нравиться, будут, которые, наверное, оставят равнодушными. Ну, то есть, посмотрим. Первые обсуждения как прошли? Сложно сказать. Ну, да, как-то, ну, как... Первое обсуждение было очень... Ну, я вообще ждал, что будут какие-то споры и так далее, а споров никаких не было. Всем очень понравилось, и все захотели еще, вот, и даже немножечко было как-то неловко, потому что мы не поругались, современные, ну, все эти извечные вопросы, что современная драматургия это ужас, это трояль, и так далее. Нет, пришли люди, ну, понятно, что, наверное, люди шли, понимали, куда, да, и пришли люди образованные, интеллигентные, умные, вот, я надеюсь, что дальше этот круг будет расширяться, расширяться, расширяться. Вот, пока что все очень... Плюс мы еще зрителю не говорим, что за пьесу будем читать, мы держим интригу, чтобы люди не могли подготовиться, вот, и этот формат тоже мы опросили, людей понравился, вот, поэтому я думаю, что, ну, наша задача, вот, как Виталий сказал, охватить максимально большое количество вот этот вот пласт современной драматургии, да, по крайней мере, какие-то верхушки или разности, потому что сейчас, ну, к сожалению, там, в Краснодаре современной драматургии мало идет в театрах, ее практически нет. Ну, получается, и вы тоже поймете, да, что больше принимается зрителям, и, может быть, сможет это дойти до полноценного спектакля, этот материал? Ну, возможно, да, какие-то спектакли с заделом, да, на будущее, но, в принципе, цели вообще всего проекта это, конечно... Изучение, изучение самой современной драматургии, да, не обязательно, не обязательно, чтобы из этого получался спектакль, вообще, наверное, даже лучше так, что совсем не обязательно, не нужно, чтобы получался спектакль, а нужно прочесть как можно больше пьес, прочесть и обсудить, вот, вот, это задача. Угу. Еще такой вопрос, да, взрослая аудитория очень любит один театр, и тут вдруг вы решили открыться маленьким зрителям. Как это произошло, почему решили, во-первых, спектакль, да, у вас появился и уже успешно, можно сказать, проходит, и, во-вторых, вы решили обучать? Ну, потому что надо как-то отдавать, наверное, так, надо отдавать. Ну и плюс, мне кажется, это очень полезно, ну, детей как-то, не то, что приучать к театру, но заниматься с ними какими-то вещами, чтобы они были более целостные личности, вот, потому что сейчас, ну, как в любые времена, очень много всяких психологических факторов, которые воздействуют, да, на человека, и поэтому театр, это как, не знаю, с какой-то стороны арт-терапия, с другой стороны, это просто возможность узнать что-то новое. То есть, с третьей стороны, это научиться контролировать свое тело и свои психосоматические какие-то вещи, да, ну, психику, скажем так. А в жизни это всегда будет полезно. Вот. Мы не думаем, что мы выпускаем готовых актеров, нет, потому что, ну, это невозможно. Но подготовить и дать ребенку понять, ну, да или нет, нужно ему это или нет, самому дать понять, не сказать ему вердикт, а самому дать понять. Нет, вот в этом есть смысл, наверное. Вот. Ну, и плюс, да, у нас есть детский спектакль появился, ну, я думаю, что потихонечку можно расширять аудиторию, потому что те дети, которым, к примеру, там сейчас, не знаю, 10-15, через 10 лет, они уже будут взрослыми зрителями. То есть взращиваете своего зрителя, можно так сказать. И зрителя, да, и может быть, даже не зрителя, может быть, кого-то из актеров взрастим, кто его знает, как он пойдет. А вот эти ребята, которые у вас будут проходить обучение, они потом на вашей сцене попробуют себя в полноценном спектакле? Да, да, да. В программе курса есть выпуск спектакля на сцене. Там, понятно, что для родителей, для своих, но, да, это есть. Есть ли шанс, что такой спектакль может войти в репертуар? Ну, шанс всегда есть. Весь вопрос целесообразности. Будет ли это полезным, не будет ли это бессмысленным. Вот, это уже вопрос. Потому что это все равно все-таки не спектакль театра, это спектакль, как показ. Отчетная работа. Отчетная работа, да, проделанная. Поэтому, может быть, если это будет шедевр? Все, тогда даем шанс. И последнее, о чем хочу спросить, просто говорите, когда следующие читки будут. Следующая читка 17 марта. Ориентировочно в 7 часов. 17 марта приходите, это будет интересно. И открытие школы 29 февраля. Все, тогда до встречи. И держим в секрете, что за пьеса. Отлично. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами.